Здравствуйте! В нашей студии вы можете нередко видеть представителей разных уровней власти. Нам кажется, что это интересно и полезно приглашать таких людей в нашу студию. Полезно, потому что уровень правовой культуры, как выясняется, наших граждан оставляет желать лучшего. Ну а интересно, потому что из первоисточника можно узнать, что называется, самые свежие новости о нашем районе. И вот сегодняшний наш выпуск – это не исключение, потому что у нас в гостях заместитель председателя муниципального совета города Сестроевска Владимир Витальевич Матвеев. Добрый вечер, уважаемые зрители телеканала «Залив ТВ». Вот Владимир пришел к нам с призами для победителей сегодняшнего конкурса зрительских вопросов. И приз этот не один, а их три. Я хотел бы, чтобы вы поподробнее немножко рассказали, что же вы подарите победителям этого конкурса. Это маленькие сувениры, сувенирная продукция, символика города Сестроевска, которую выпустил в этом году наш муниципальный совет. И победителям конкурса «Лучших вопросов» эти замечательные кружка, тарелка, кепка, бейсболка с символикой, с тренисником нашим, и, конечно же, брошюры об истории города Сестроевска достанутся победителям. Спасибо. Это щедро. Будем внимательно слушать наших телезрителей. Хочу напомнить также о традиционном конкурсе в группе ВКонтакте. Мы задавали вопрос такой. Какой из сфер деятельности органам местного самоуправления нужно будет уделить в следующем году больше внимания? Вот результаты этого опроса. Мы попросим в конце передачи прокомментировать нашего гостя. А начать разговора мне бы хотелось с того, что такого, может быть, неожиданного поворота, потому что вы человек молодой, в то же время вы уже ветеран работы в муниципальных структурах. Больше 20 лет вы этим занимаетесь. Что это? Это призвание или это уже момент привыкания какого-то? Что вас заставляет продолжать работу в этих структурах? И вообще, как это начиналось? Начиналось это в далеком теперь уже 97-м году. И начиналось с того, что если вспомнить, как мы в те годы жили, а жили мы очень сложно, если говорить о благоустройстве. Во дворах не было даже скамеек, не говоря уже о каких-то детских игровых спортивных площадках. Практически во всех сферах у нас была такая разруха и нищета. И, конечно, когда проходили первые выборы в органы местного самоуправления, в муниципальный совет Сестрорецка, прошли они 28 сентября 1997 года, у меня появилось горячее желание самому попытаться, избравшись депутатом, что-то сделать в своем дворе, в своем городе Сестрорецке, где я живу, родился и родились и жили мои родители, предки. И за эти 20 с лишним уже лет многое все-таки удалось. – Мы продолжим этот разговор, а пока мы слушаем нашего телезрителя. Говорите, пожалуйста, вы в прямом эфире. – Алло, добрый вечер, слушаем вас. – Алло. – Здравствуйте. – Алло, добрый вечер. – Здравствуйте. – Спасибо вам большое за такого гостя. Владимир Витальевич, меня зовут Маргарита. Я хотела бы, во-первых, поблагодарить вас за ваш благотворный и очень благородный труд. Нам есть чем гордиться в Сестрорецке, и во многом это ваша заслуга и ваших коллег. У меня три вопроса, может быть, даже одно из них предложение. Первое. Сестрорецкому курортству недавно исполнилось 120 лет. Как вы знаете, до революции в курорте существовал памятник Петру Первому. То есть объявить народный конкурс на сооружение этого памятника, может быть, люди даже могут принять в нем участие в его сооружении. И обязательно нужно отметить Эвинариуса, потому что этот человек, неизвладимая, просто оставил наше наследие, и мы не имеем его ни памятника, ни бюста. Второе. Значит, я хотела бы вам задать такой, может быть, несколько романтический вопрос. Зинаида Гиппиус сказала, грех жить без дерзновения и мечтаний. Есть ли у вас мечта, и осуществилась ли она, ваша заветная мечта на сегодняшний день. И третье. Вы знаете что, я с болью всегда езжу мимо дачи Кречева, которая сейчас, по-моему, вошла в федеральное наследие нашего города, или нашего города, или федеральное наследие. Вы знаете, в ужасающем состоянии, рамы выбиты, стекла выбиты, я просто боюсь, что этот дом сожгут. Примите, пожалуйста, меры. Спасибо. Спасибо за ваши вопросы, спасибо большое за высокую оценку нашего муниципального труда. Теперь, что касается вопросов по Сестроревскому курорту. Я так понимаю, что речь идет о памятнике Петру Плотнику, который стоял на территории, на пляже Сестроревского курорта, и в 1922 году, если не ошибаюсь, он был в результате наводнения разрушен. Так вот этот самый памятник мы фактически в 2014 году, в год трехсотлетия основания Сестроревска, восстановили, но установили его на новом месте в парке Дубки. Видимо, у аргарита редко бывает Дубка же. Да, я думаю, что вам стоит прогуляться, посмотреть. Архитекторы, искусствоведы, конечно, спорят, насколько он является или нет точной копией того памятника, который был утрачен в 1922 году. Потому что Сестроревский курорт – это частная территория сегодня, а парк, он общедоступен. Что касается Авинариуса, действительно, Петр Александрович Авинариус – это та фигура историческая, которая очень значима для нашего города. Это, по сути дела, создатель железной дороги, которая связывает Санкт-Петербург и Сестроревский курорт, и создатель санатория Сестроревский курорт. И уже давно еще, когда у нас главой был муниципального образования Андрей Владимирович Вишневский, еще при нем был изготовлен бюст Петра Александровича Аминариусов в 2013 году. Но с тех пор, пока нам не удалось, к сожалению, найти то место, где он был бы наиболее гармонично вписан в существующий ландшафт. Мы рассмотрели очень много вариантов, и, к сожалению, большинство из них отвергли общественность, архитекторы, скульпторы и комитет КГА, комитет по градостроительству и архитектуре. Самое последнее, вот то, что я знаю, планируется установка в сквере за зданием Сестроревского вокзала. То есть там будет благоустраиваться сквер, вот это вот все пространство. И в следующем году, либо, ну, скорее всего, в следующем, очень надеюсь, что этот бюст, он обретет, наконец, свое место. А личность Петра Александровича Аминариуса, она войдет в историю нашего города уже и в виде памятника. Материализация. И третий вопрос о мечте, она, конечно, у меня есть, о ней говорить не буду, пока она не реализована. Буду к этому стремиться. И вопрос о даче, которая... Датчик речи, насколько я знаю, что планируется ее восстановление. Восстановление. Спасибо, у нас есть еще звонок, и мы слушаем нашу телевизор. Добрый вечер. Говорите, пожалуйста, мы в прямом эфире, слушаем вас. Вечер добрый. Здравствуйте. 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 Марина меня зовут. Марина, очень приятно. Владимир Витальевич, я хотела поблагодарить за вашу работу. Хорошо работаете. И вы всегда не отказываете ни в какие вопросы. Первый вопрос хотел задать очень по-фестрорецку. Взяли бы вот в свои руки по поводу уборки территории, мусора контейнеров, потому что, смотрю, вот ваши работы от и до. У нас никто не контролирует, кто, как у нас в ЖЭКе работают дворники. И я хотела, чтобы этот вопрос к вам стоял. И второй вопрос по поводу сферы на Борисов 8. Стоянка. Сделали бы стоянку, но машину вообще невозможно ставить. Даже нам, жителям, мы приезжаем, мы не можем поставить свои машины. Там больница 40-я. У них своя территория есть, я думаю. Приезжают все, и все машины заставляют, но невозможно вообще. Тогда, пожалуйста, говорите. Хотел бы этот вопрос, чтобы вы решили. Спасибо. Спасибо, Марина, за ваши вопросы. Спасибо большое за вопросы. Что касается мусора. Я так понимаю, речь шла все-таки о контейнерных площадках, которые у многоквартирных домов стоят. Потому что вопрос, на самом деле, он состоит из двух частей. Первая – это мусор в наших поселках. Разлив, Тарховка, Александровская, Горская. Где частный сектор. Где частный сектор, совершенно верно. Там одна проблема. Она заключается в том, что на сегодняшний день законодательство не обязывает, точнее, оно не предусматривает ответственности за незаключение договоров на вывоз мусора гражданами. И большинство граждан, имеющих свои домовладения, они такие договоры не заключают. Что они говорят, когда к ним приходят? Они говорят, а у нас нет мусора. А мы тут не живем. И в результате, на самом деле, что происходит? Куда их мусор девается? Они отвозят его в контейнеры многоквартирных домов. А эти контейнеры оплачивают в обязательном порядке жители самих этих домов. И вот та проблема, с которой столкнулся Сестрорецк с начала ноября, проблема это как раз с тем, что хуже стали вывозить мусор от многоквартирных домов, она как раз и связана с тем, что в течение года в эти контейнеры свой мусор отвозят, сбрасывают жители частного жилищного сектора. А жители многоквартирных домов платят по тарифу, который определен действующим законодательством. И вот этих собранных средств управляющей компанией, их уже до конца года еще полтора месяца, а эти средства уже закончились. Поэтому эта проблема комплексная. И, на мой взгляд, она должна решаться тем, чтобы на федеральном уровне была введена обязательная плата для жителей частного домовладения. Так же, как, ну, извините, почему я живу в 334-м доме в Хрущевке так называемой, у меня в красной и в розовой квитанции есть графа вывоз ТКО и утилизация. А почему жители частники не платят? Да, это непонятно. Причем вы можете тоже не жить какое-то время, уехать в отпуск, оплатить придется все равно. Конечно, конечно. И поэтому проблема эта комплексная, она очень давно требует своего решения. Я надеюсь, что будет решена, но решение возможно, к сожалению, только на федеральном уровне. Ага. Ну вот как раз вопрос о законодательной инициативе вашей. Вы пишите бумаги в вышестоящей организации? Да, я по сфере у Борисова. Я записал. Мы подумаем. Просто больница развивается. И, конечно, много приезжает к ним посетителей на автомобилях. Конечно, подумаем. Я записал. Подумаем со специалистами из отдела благоустройства. Может быть, с точки зрения расширения дополнительных парковочных мест. Скажите, пожалуйста, а много ли вот таких вот вопросов, которые решаются очень долго из-за того, что они должны быть решены на федеральном уровне? Это целый механизм, который должен провернуться. Он, наверное, не очень мобильный, этот механизм. И проблемы из года в год продолжают. Таких вопросов, на самом деле, большое количество. Один из таких вопросов, и я уверен, что еще будут наши зрители об этом говорить, это освещение территорий детских игровых и спортивных площадок. Потому что этот вопрос не решен на уровне Санкт-Петербурга. Все, что касается освещения, вообще электричества, это полномочия органов государственной власти Санкт-Петербурга. То есть даже мы, когда заказываем проект детской площадки, мы не имеем права туда включать освещение. Но когда мы обращаемся, скажем, в Комитет по энергетике, то, как правило, нам приходят ответы, что после 2022 года мы включим программу «Светлый город» и так далее. Но реально за последние лет 15 я не припомню, чтобы у нас появились где-то новые светильники на улице, к сожалению. То есть очевидная такая вещь, которая... Да, она решается, на самом деле, на мой взгляд, очень просто. Включением вопроса местного значения организация уличного освещения на территориях детских игровых площадок или на внутридворовых территориях. Передача этого вопроса органам местного самоправления. У вас в компьютере есть папочка красного цвета, вот куда вы записываете? Есть, конечно. Там сколько полгода? Как это у нас у президента теперь зеленая папочка. Зеленая папочка? Ну не все нужно делать, как у президента, я понимаю. Есть. К сожалению, мы сталкиваемся очень часто с системными, так называемыми, вопросами, которые из года в год одни и те же. И жители-то вот каждую передачу раз в год примерно, я в эфире у вас бываю, и в основном вопросы-то одни и те же, то есть однотипные. Но будем надеяться, что эти вопросы тоже будут решаться. Решаться. Есть звонок, и мы слушаем телезрителя нашего. Говорите, пожалуйста, мы в прямом эфире слушаем вас. Добрый вечер. Здравствуйте. Здравствуйте. Добрый вечер. Добрый. Меня зовут Елена. Елена. Сейчас много разговоров про благоустройство офицерского пляжа. Многие недовольны этим проектом. Хочется узнать ваше мнение и позицию муниципального совета. Спасибо. Спасибо. Спасибо за вопрос. На самом деле, за прошедшие два месяца очень много знакомых встречал, которые разговор начинали именно с офицерского пляжа. И примерно в таком ключе. Ах, какой был хороший пляж. Причем ключевое слово здесь был. Я считаю, что проекты, любые, связанные с благоустройством, они бывают хорошие и не очень хорошие. Вот в данном случае, на мой взгляд, да, это мое личное мнение, я высказываю, что проект благоустройства офицерского пляжа неудачный. Неудачный в связи с чем? Во-первых, территория этого пляжа очень маленькая. Во-вторых, он последние годы уже и так был придавлен новыми жилыми зданиями, которые построили их владельцы на месте старых небольших деревяшек, которые находились в глубине, как бы, дальше от пляжа. И вот закрывать, ну, чуть ли не две трети, наверное, территории пляжа какими-то бетонными конструкциями, пусть они потом и будут обшиты досками, ну, наверное, это нецелесообразно было. У нас много пляжей в районе. И, скажем, благоустройство пляжа Ласковой, где два года назад открыли пляж-зону для маломобильных групп населения, я вот по этому пляжу не слышал ни одного отрицательного отзыва. То есть там все было сделано идеально. Это вписано в ландшафт, в рельеф. Очень аккуратно, очень деликатно. Не пострадала природа, не пострадали виды какие-то. Вот в случае с офицерским пляжем я не могу этого же сказать. Поэтому, на мой взгляд, тут решение, возможно, такое, чтобы заказчик, это СПБГБУ по благоустройству курортный берег, их представители все-таки изучили общественное мнение максимально, возможно, да. А на мой взгляд, оно все-таки не на стороне этого проекта. Большинство жителей. И, ну, наверное, внесли бы в этот проект, все-таки его переработали бы, внесли изменения именно с учетом того, что две трети территории пляжа нецелесообразно закрывать какими-то бетонными или даже деревянными конструкциями. Я, у меня одноклассник есть, он как раз представитель группы маломобильной. И он тоже мне написал, говорит, ну, зачем же вот так пляж тоже портить? Могли сделать просто пандус, два спуска к воде, и, собственно, и все. Ну, я надеюсь, что все-таки прислушиваются к мнению людей наши ответственные лица. И все-таки изменения в проекты, в то, что уже благоустроено, будут внесены. Я на это очень надеюсь. Сейчас мы уйдем на рекламу, после которой я хотел бы, чтобы вы рассказали о такой ситуации, когда вы, как представитель власти, видя какую-то проблему и зная, как ее решить, тем не менее не обладаете достаточными полномочиями для того, чтобы это сделать. Это любопытный момент, как мне кажется, в вашей работе. А сейчас реклама. Мы продолжаем наш диалог. Сегодня у нас в студии заместитель председателя муниципального совета города Сестроевска Владимир Витальевич Матвеев. Телефон пришел на ней с пастыми руками, а принес призы с символикой нашего района для победителей нашего сегодняшнего конкурса зрительских вопросов. Напоминаем, что эти вопросы вы можете задавать по телефону 340-73-62. Часто видите его на своих экранах. К вашим услугам также и наши сети. Хочу напомнить еще и о нашем опросе, который мы проводили в группе ВКонтакте. Мы задавали вопрос о том, каким сферам жизнедеятельности в следующем году муниципалам следует уделить больше внимания. И в конце передачи мы опубликуем эти цифры и попросим нашего гостя прокомментировать их. А говорили мы о том моменте в вашей работе, когда вы испытываете бессилие, вы знаете, как решить проблему, знаете, что проблема актуальная. Может быть, не один год она уже тянется. И вы не можете ее решить. А граждане обращаются к вам и просят, ну когда? Когда вы сделаете это? Как вы себя чувствуете при этом? Какие для себя внутренние решения вы принимаете? Ну, то есть, если это не относится к нашим полномочиям законно? Ну, если не относится. Если относится к нашим полномочиям, то... То обязанно сделать тогда? Ну, не обязательно обязанно. Почему ведь? А если относится? Иногда жители предлагают тоже что-то выполнить, то, что, может быть, и относится к нашим полномочиям. Но когда мы рассматриваем на совете, это депутаты за голову уберутся. Что, например, такое? Ну, хотя бы один пример приведите. Ну, нет, иногда бывает, то есть, та же детская площадка, вот она есть, она хорошая, ей всего три года. Говорят, нет, сделайте нам новую, например. Зачем? Вот зачем, если она... Ну, и так, три года – это не при должном уходе, оборудование нормальное новое. А сколько, кстати, времени детская площадка служит? Ну, в среднем, на самом деле, где-то 5-6 лет. 5-6 лет. Если она не морально устарела? Я имею в виду, что не обязательно ее целиком менять, но какие-то элементы уже замены. Хотя вот площадка, скажем, Кремль, она уже, наверное, лет 8 даже. И, в принципе, она еще в достаточно хорошем состоянии, хотя там красит какие-то элементы, ремонтирует. Но имеется в виду износ естественный какой-то, да? Да, конечно. Что-то ломают, что-то ломается само по себе. А по сути, раз уж мы заговорили о детских площадках, есть какая-то эволюция? То есть, придумывают ли новые какие-то аттракционы или игры для детишек? Конечно, есть. Вот, например, у нас на Токарева 15 много-много лет площадка была, называлась «Корабль». Большой корабль красивый. Ну, тоже обратились жители, уже сказали, надоел этот корабль, ну, сколько можно уже, все дети второе поколение там играют. Стали капитанами уже. Да, установили. Теперь зоопарк. Ну, надеюсь, что детям нравится что-то новое. Проблема в том, что производителей детского игрового оборудования крупных, по сути дела, два. Дело не в том даже, что они монополисты, но они, во-первых, у них есть всегда запчасти, если что, можно что-то поменять, отремонтировать. А когда мы заказывали оборудование у каких-то третьих фирм, которых маленьких, потом сталкивались с тем, что очень сложно обслуживать. То есть, фирма поработала годик, закрылась, и дальше вот что-то сломалось, и где это заказывать? И как это ремонтировать? Но сейчас мы стараемся все-таки ставить оборудование, чтобы оно отличалось от соседних дворов, чтобы это не были одинаковые какие-то домики, горки. А вы обращаетесь в эти фирмы-производители как бы со своими предложениями, что сделаете, например, нам условно, я не знаю, вот то-то? Это кажется вам востребованным или родители просят сделать? Да, и обращаемся, и сами фирмы, они сейчас очень значительно расширили, ну так скажем, модельный ряд этих площадок, поэтому это толстые уже каталоги, и там есть от чего выбирать. Ну и последний вопрос, потому что тема, конечно, интересная, на мой взгляд. Я о площадках хотел бы только закончить, у нас, по большому счету, я смотрю фотографии, ну про 90-е годы не говорю, ничего не было, пустые дворы, вот та же советское время, 70-е, 80-е годы, все равно такого разнообразия игрового оборудования детского во дворах не было. Это были какие-то слоники бетонные, горки, верблюда бетонные. Это было просто убого, либо никак, либо убого. Нет, было, но было достаточно просто и мало. Я не помню такого. То есть такого разнообразия, как сейчас, нет, но нужно разнообразие, это поддерживать в работоспособном состоянии, это тоже большие средства. Ну это от граждан зависти. И последние несколько лет, ну почему, естественно, износ тоже есть, никто не отменял это. И последние годы мы, конечно, уже значительную часть средств местного бюджета направляем не на установку нового оборудования, а на ремонт и содержание старого, то, что уже во дворах есть. Ну вообще, вот если я правильно понимаю, то вот сфера деятельности муниципалов, это как бы первый уровень власти, да, как бы самый приближенный к гражданам. И вот скажите мне, пожалуйста, насколько вот этот контакт с гражданами, насколько их запросы влияют на вашу деятельность? Часто ли вам приходится, например, делать что-то, не советуясь с гражданами, или, может быть, трансформируя какие-то их идеи? Мы стараемся все делать, советуясь с гражданами. Если говорить о благоустройстве, то в течение всего сентября мы практически ежедневно с депутатами обошли все, вот каждый двор в Сестрорецке, каждый буквально ножками, посмотрели песочницы, посмотрели эти игровые комплексы, посмотрели тренажеры, все проверили, все записали. Мало того, все передали это в местную администрацию, конкретные предложения, где что нужно ремонтировать, где что, как необходимо вообще, какое нужно развитие дальнейшее. Поэтому стараемся, конечно, всегда советоваться с жителями, и сейчас, тем более, есть очень хорошие новые каналы коммуникации, это интернет, это группа ВКонтакте, и почти все депутаты также являются подписчиками этих групп, активно участвуют в общении. Это очень удобно, потому что если раньше все-таки человек должен был написать заявление, должен был прийти в офис, на прием, подать это заявление, в течение 30 дней ему отвечали, ну, до 30 дней, то сейчас очень просто. Увидел яму на дороге, сфотографировал, вывесил в группе, вот вам, пожалуйста, тут же обратная связь, отвечают представители отдела благоустройства, и проблема уже на контроле, она в дальнейшем будет решаться. Жизнь муниципалов стала беспокойнее. Да, конечно, конечно, да. А у нас есть звонок эффективнее. Но эффективнее, конечно. Слушаем нашего телезрителя, у нас есть звонок. Добрый вечер. Говорите, пожалуйста, слушаем вас. Алло, здравствуйте. Меня зовут Вера. Вера. Хотела бы задать вопрос Владимиру Витальевичу по поводу площадки на улице Мочина между домами 1, 3 и 5. Что по поводу нее решили? Спасибо. Спасибо за ваш вопрос. Это, я так понимаю, речь идет о Низинево, как раз в районе Мосина 1, 3 и 5, улице Восково. Там порядка 9 лет назад был установлен детский игровой комплекс. Сейчас он, конечно, уже в таком достаточно потрепанном состоянии. Но главная проблема состоит в том, что несколько лет назад вот этот участок, как раз где и находится детская площадка, был определен в генплане Санкт-Петербурга и в правилах землепользования застройки под строительство дошкольного образовательного учреждения, то есть детского садика. Когда начнется это строительство, никто не знает, то есть может быть через год, может быть через 10 лет, это зависит от многих факторов, в том числе от наличия достаточных средств в бюджете Санкт-Петербурга. Но сегодня вот на этом участке новую площадку мы, к сожалению, установить не можем. Поэтому мы будем ремонтировать вот это старое оборудование, поддерживать его в нормальном состоянии. Но полностью, то есть чтобы полностью это нужно делать проект, проект благоустройства, его нам никто не согласует уже, потому что скажут, что вы хотите ставить детскую площадку на месте, где будет детский садик. Вот и все. Но вот это оборудование мы будем поддерживать обязательно в следующем году, подкрасим, подремонтируем, то есть по крайней мере там можно будет нормально играть детям и гулять. Ну вот это как раз, по-моему, одна из тех проблем, которая не имеет такого вот конкретного решения, да, вы действительно не можете ничего сделать, потому что висит этот проект. На самом деле мест вот для размещения каких-то социальных учреждений у нас очень мало осталось. Даже когда в 38-м квартале строили школу и 545-й детский садик, то их буквально впихивали вот между домами, потому что места уже практически не было. Все очень плотно, да? Да, у нас еще, надеюсь, на подходе Дом культуры, который примерно там же, ну, в районе телефонной станции на улице Мосина. Еще в проектах была школа искусств. Я надеюсь, что эти проекты когда-нибудь все-таки станут воплощаться в жизнь, потому что... Хотел вас спросить, раз вы упомянули их, движение есть какое-то по ним? Это же очень важно. Я знаю, что по Дому культуры есть движение и планируется все-таки уже строительство в ближайшее время. В ближайшее время. Ну, когда посмотрим, да. Ну, а сам проект вы как-то видели? Проект я видел еще давно, но проект тоже дело такое относительное. Кому-то нравится, кому-то не нравится. Насколько он функционален как-то? Функционален. Более того, там в помещениях Дома культуры можно было бы, ну, хотя бы временно разместить, может быть, та же экспозицию Краеведческого музея, о котором наши историки, краеведы... Мечтают. Много говорят, мечтают. Это, конечно же, нашему городу нужен Краеведческий музей. Городу с такой интересной историей, трехсотлетней, и, конечно, без своего Краеведческого музея решительно никак нельзя. Скажите, пожалуйста, вот вы совершаете обходы, о которых вы говорили, да, отсматриваете вот эти площадки. А вообще, какие объекты появились в этом году, новые в городе в нашем? Ну, вот из крупных, как раз я уже говорил о Токарево-15, там новый большой игровой комплекс. Еще из крупного, буквально неделю назад, мы открыли внутридвор на улице Токарева, 4-6-8. Там полностью выполнена работа по благоустройству двора и установлено новое игровое оборудование в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» в 2018 году. Очень приятно, что вновь в этом году к нам присоединился наш Сестрорецкий автомобильный завод компании «Хенде Мотор», и они закупили и предоставили нашему городу в подарок как раз игровое оборудование. Ну, а все благоустройство было выполнено из средств местного бюджета, местной администрации. Это вот из таких крупных. В следующем году планируется благоустройство двора на Приморском шоссе 273 и установка нового игрового оборудования. И если будет все нормально с местным бюджетом, то, возможно, и на Приморском шоссе 334 также будет благоустройство и установка нового игрового комплекса и спортивного оборудования для детей и для взрослых. А у нас есть звонок, и мы слушаем нашего телезрителя. Добрый вечер. Слушаем вас. Говорите, пожалуйста. Здравствуйте. Алло, здравствуйте. Меня зовут Катерина. Катерина, что ли? Вопрос такой к нашему гостю. Вот вы сейчас упомянули о новом сквере на вокзале. Расскажите, пожалуйста, подробнее, когда он появится, и какие, может быть, еще новые объекты благоустройства появятся в Сестрорецке в ближайшем будущем. Спасибо. Спасибо за ваш вопрос. Сквер планируется в 2019-2020 годах, то есть следующий и 20-й. Там пространство, вот это общественное, оно достаточно обширное, там, в принципе, есть, где развернуться и проектировщикам, и в дальнейшем будут новые дорожки, будут газоны. Но пока идет планирование этого. То есть, я думаю, более точно мы уже в начале следующего года сможем поговорить. Еще один был проект, и мы хотели его в рамках как раз комфортной городской среды. Это парк Чернобыльцев в 38-м квартале. Но пока там просто он в достаточно запущенном состоянии, там очень серьезные нужны финансовые вложения будут, и поэтому пока мы все-таки отложили реализацию этого проекта. Там очень большая территория, кто знает, вот кто живет в 38-м квартале, конечно, там гуляет часто. Но я думаю, что мы к этому вопросу тоже вернемся, может быть, через год, через два. А скажите, пожалуйста, вот насколько вы ощущаете потребность в каких-то новых идеях, новых веяниях, новых взглядах, взглядах, с точки зрения привлечения проектировщиков к благоустройству среды, но чтобы это были какие-то совершенно нестандартные решения, которые могли бы быть очень современными, очень функциональными и очень привлекательными. Потому что то, что вы говорите, это все замечательно, но это как бы формирует некий облик города, да. Но немножечко, мне кажется, стиль ретро присутствует в этом. А вот, может быть, найти какую-то площадку, где могли бы, ну, условно говоря, какой-то сквер, в котором могли бы проявить свои таланты, совершенно молодые студенты, скажем, той же самой Мухи или Штиглица Академии, да, ябузная какая-то фантазия. И в специальное место это было бы интересно, мне кажется, попробовать. Вообще, на мой взгляд, был бы интересен какой-то открытый конкурс проектов и уже выбрать лучший, может быть, проект. Но тут самое главное, ведь одно дело, к примеру, депутаты выберут, вот что им понравилось. А этот проект нужно защищать потом в том же Комитете по градостроительству и архитектуре. Вот это самое главное, чтобы этот проект был согласован. Потому что мы это можем выбрать, и нам понравится, это красиво, ярко и так далее. А проект будет не согласован. Не согласован. Ну как решить эту проблему? Хочется, свежие струи какие-то появлялись. Мы будем стараться, конечно, привлекать какие-то новые имена, чтобы город становился и разнообразнее, скажем так. Вот, об этом как раз. То есть разные кварталы, чем-то они отличались друг от друга. Я согласен, вот тоже ксиловское игровое оборудование, оно достаточно одинаковое. Красные, зеленые, все вот эти вот синие. Да, да, да. Домы, Киани, что у нас, что в Приморский район, куда-нибудь на улицу Салова приедет, там то же самое. Но последние годы мы это тоже поняли, учли и стараемся от этого отходить. Стараемся все-таки разнообразить. Замечательно, замечательно. А мы слушаем нашего телезрителя. Есть звонок. Говорите, пожалуйста. Алло. Добрый вечер. Добрый вечер. Добрый. Меня зовут Александр. У меня вопрос такого плана. Скажите, как это дело с озером Возлиц? Одно время его собирались чуть-чуть не полностью утерпать, а сейчас, говорят, туда запустили рыбу для поддержания этой системы. Какие вообще, какое будущее нашего озера? Спасибо за вопрос. Актуальное очень, потому что многие экологи считают, что наше озеро, напомню, искусственного происхождения, оно последние годы активно заболачивается. И даже по разным оценкам давали до 50 лет ему жизни, а потом оно должно превратиться в болото. Вот для того, чтобы этого не случилось, все-таки проводятся работы. Пока в основном проводились работы изыскательские, исследовательские. Но, насколько я знаю, Комитет по природопользованию, буквально две недели назад смотрел документацию, собирается все-таки проводить работы по очистке озера. Уже реальные работы, которые начнутся весной следующего года. Это механизмы какие-то будут очищать? Да, да, это вот баржи будут учерпивать весь этот ил, в дальнейшем его складировать временно в районе лодочного кооператива, вот на озере на Приморском шоссе, и его вывозить уже контейнерами. Так не есть ли этот ил тот самый легендарный Сапропель, уникальное удобрение? Я думаю, что там, учитывая, что многие годы к нам сливались реки, ну и сейчас, собственно, Черная и Сестра, а в Черную ввелась вода ручья Дранишники, территория Ленинградской области, всякие скотоводческие фирмы и так далее. Там, помимо Сапропелли, я думаю, много чего еще есть. Лишнее, чего лишнего? Вот, но если озеро очистят все-таки, если оно, вот эта экосистема будет восстановлена, и вода перестанет цвести, посмотрите, раньше цвела вода в конце лета, зацветала, это жарко, а сейчас уже в начале лета вода, вот как ваш джемпер замечательный. Надо сменить джемпер, не уподобляться. Он очень экологичный. Очень правильный. Поэтому будем надеяться, что эти работы в полном объеме будут выполнены, самое главное, что они, их результаты приведут к тому, что вода в озере будет чистой, как раньше. Но это с визой экологов будет делаться все? Да, конечно. Это все, это комитет по природопользованию Санкт-Петербурга, то есть это целый проект, насколько я понимаю, это все рассчитано, все, ну, будем смотреть, наблюдать. Ну что ж, сейчас время рекламы, после которой я хотел бы задать вам вопрос, собственно, я задам уже сейчас, получить ответ. О том, насколько граждане нашего района и Сестроевска активны с точки зрения участия в благоустройстве своего города. А сейчас реклама. Мы вновь в нашей студии. Сегодня у нас в гостях заместитель председателя муниципального совета города Сестроевска Владимир Витальевич Матвеев. Призы, которые он принес с собой с символикой нашего города Сестроевска, получат сегодня три человека, три победителя нашего зрительского конкурса. И напоминаю вам, что приближается время, когда мы попросим нашего гостя прокомментировать результаты нашего опроса в группе ВКонтакте. А задавали мы такой вопрос вам, уважаемые телезрители, по каким направлениям в следующем году муниципальному совету стоит работать наиболее активно, или какие направления будут более востребованы. И я бы хотел вернуться к тому вопросу, который я вам задал. Вопрос был связан с активностью граждан, потому что граждане говорят о том, что они хотят иметь то-то, то-то и то-то, и вот то-то. А существует ли сейчас вот эта вот система, например, субботников? Вернее, она существует, но насколько она активно работает? Насколько граждане являются сознательными? И выходят ли они сами, без указки и не из-под палки, для того, чтобы в своем дворе сделать какое-то полезное дело? Ну, конечно, выходит. Каждый год, собственно, весной и осенью мы это видим. Очень активно участвуют в субботниках, мероприятиях по благоустройству. Наши члены общественных организаций, ветеранских организаций, совета ветеранов, общества жителей блокадного, общества инвалидов. Ну, это активные люди, активы этих организаций. А молодежь? Они участвуют во всем, на самом деле. То есть и в субботниках, и в спортивных соревнованиях. Хорошая привычка. Для пожилых людей. Молодежь тоже активно участвует. Ну, в частности, в субботнике, который проходил в октябре в этом году, молодежный совет при главе администрации курортного района очень активно принял участие. Они вместе как раз с ветеранами, с депутатами муниципального совета убирались в парке Чернобыльца в 38-м квартале. И очень приятно, что у нас есть такая молодежная структура, потому что у нас нету комсомольской организации, которой мы отметили сто лет. Но у нас вот появляется молодежная организация. Я надеюсь, что они будут все-таки не такими не элитарными, а массовыми становиться. То есть больше молодых людей будет присоединяться к их деятельности, к их работе. Хочу адресовать вам вопросы, которые мы получили из наших социальных сетей. Вот их не так много сейчас, но я думаю, что тут есть о чем поговорить. Алиса Кинберг спрашивает про освещение детских площадок, о котором мы уже говорили. Но здесь есть такой интересный поворот. Нельзя ли наладить это освещение на солнечных батареях, спрашивает она. Хороший вопрос. Единственное, меня смущает только одно. Хватит ли нам солнца, чтобы осветить все детские площадки? Потому что те сборки светодиодные, которые работают у пешеходных переходов, они все-таки не постоянно светят. Это вот такой мигающий режим мигания. Мигающий, да. А если, честно говоря, не знаю. Вот интересное предложение. Я его запишу и подумаем, посоветуемся со специалистами. То есть достаточно ли в течение светового дня вот этого света, солнечного света у нас, потому что, я так понимаю, у нас настала осень, зима, потом начало весны. У нас мы солнца не увидим. То есть насколько это будет эффективно? Я записал. Ну попробовать можно, да? И, Алиса, я тогда вам отвечу через ВКонтакте. А скажите, пожалуйста, если все-таки эта система будет работать, не нужно будет так долго ждать решения организации, которая занимается? Ну что, в этом случае мы сможем самостоятельно это делать, потому что это не потребует подключения к энергосетям города. Интересное предложение, действительно. Еще вопрос от Игоря Кузьменко. Во дворах в СССР делали ливневку, перелопатили весь асфальт, работы выполнили, только луж куда больше стало, и они стали еще глубже. Что с этим делать? Не знаю. Странный для меня вопрос. Не могу согласиться с его автором, потому что действительно в прошлом году и в нынешнем году велись работы одним из подрядчиков ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» по созданию в кварталах 5.9 и 11.13. Это вот все, что от Муравейника до администрации курортного района примерно, по созданию ливневки. Потому что ливневой канализации там не было вообще, в принципе. И большинство дворов, они были залиты, ну я имею в виду внутридворовых проездов, дорожек, дорог, они были залиты буквально по колено водой, потому что после дождей, после таяния снега весной, ей некуда было уходить просто. С этим сталкивали жители очень многих домов. Приморская 346 там откачивали, мы заказывали водоканалы, постоянно откачивали, бочка приезжала. Приморская 326, много-много-много домов. Сейчас вот я хожу, у меня нет автомобиля, я хожу пешком, хожу по этим дворам, и там, несмотря на то, что вот дожди периодически бывают, вода больше не стоит. Поэтому не знаю, может быть, если автор конкретно какой-то адрес назовет через вас, там, уточним. Ну, может позвонить там и... На мой взгляд, стало лучше. Да, мы два года терпели, все было перекопано, на самом деле, но сейчас работы завершены. И у меня вот претензий каких-то серьезных нет в качестве этих работ. А скажите, как работают, на ваш взгляд, какую оценку вы можете дать работе, качеству работ, организации, которых вы привлекаете для тех или иных вот процедур, скажем, ну, то же самое уложить асфальт где-то там, отремонтировать дорогу и так далее. Вот это же на конкурсной основе все делается, да? В том и дело, что качество, оно разное и связано с тем, что разные подрядчики, и ведь подрядчики разные. Почему? Потому что проводятся конкурсы, проводятся аукционы, ну, другие конкурсные процедуры. И, как правило, выигрывает тот, кто предлагает меньшую стоимость работы. Но при этом ведь дешевле – это не обязательно лучше. Качественнее. Конечно. И потом бывают проблемные подрядчики, это действительно так. И с ними, ну, стараемся бороться в том плане, что требуют, не подписываются акты приемки передачи. Получается, что вы заложники низкой цены, потому что, ну, есть ли только один критерий – низкая цена? Вы заложники вот этой системы. То есть система федерального законодательства, связанная с закупками, она нацелена на снижение уровня коррупции. Но, с другой стороны, часто это приводит к тому, что качество работы действительно разнижается. Я вам приведу примеры. Например, вот сейчас готовим книгу новую, краеведческую. И ее печать выиграла типография из города Воронежа. По цене? Ну, они предложили наименьшую, там, на 40%, по-моему, удешевление, и они выиграли. Какое качество? Ну, вы видели образцы их продукции хотя бы? Ну, пытались найти, но не нашли. Ну, не нашли. Ну, это просто вот, чтобы жители понимали, как это сейчас работает. Не всегда оно достигает той цели, которая ставится. Ну, это еще один вопрос к красной бабушке. Или когда, вот мне рассказывали, парк Дубки заказывал скамейки, их выиграла фирма во Владивостоке. Угу. Понятно. А вы упомянули о книге, хотя бы два слова. Скажите, что это за книга? Муниципальный совет ежегодно издает книги наших краеведов. И сейчас готовится к печати, я надеюсь, что к Дню Героев Отечества, которая отмечается в нашей стране 9 декабря. Эта книга уже будет готова из города Воронежа, из воронежской типографии ее уже привезут. Эта книга, которую подготовил наш замечательный краевед Станислав Иванович Подойников, и она посвящена всем героям Сестрорецка. Он собрал в этой книге информацию, портреты, биографии, информацию о подвигах, ну, практически всех героев Советского Союза, героев социалистического труда, георгиевских кавалеров, полных кавалеров Ордена Славы, героев без звезд, так называемых, которые имели хоть какое-то отношение к Сестрорецку. Жили здесь, родились, воевали здесь, работали здесь, похоронены даже здесь, именем которых названы улицы и та же библиотека наша детская. Вспоминаю, живы герои Советского, герои Российской Федерации оба, это Апарин и Шевелев. То есть вы на презентацию сможете их пригласить, это будет интересная встреча. Да, кстати, хорошая идея, вот надо. Конечно. Я думаю, что это очень интересное издание для всех интересующихся историей нашего города, и в том числе, конечно же, и школьников. И мы часть тиража этой книги передадим обязательно в образовательные учреждения Сестрорецка и курортного района. Есть еще один вопрос, который имеет подоплеку из начала 90-х годов. Я думаю, вы прокомментируете его. Светлана Рябинина спрашивает, какие перспективы развития 38-го квартала? Нет ни Сбербанка, ни почты, ни медпункта. Перспективы такие, что он все-таки развивается. И по сравнению с тем, что было лет 10 назад, сейчас там открылось очень много коммерческих различных учреждений. Магазинов, салонов красоты и так далее. Но проблемы 38-го квартала, они связаны, опять-таки, они уходят в глубину 90-х годов, когда велось жилищное строительство без какого-либо вообще планирования. Строили дома уже коммерсанты на коммерческой основе. А о социалке никто не думал. Не думал. И когда, вот я приводил пример, когда там решили построить все-таки государство, школу и детский садик, то их буквально некуда было запихать. Там все было уже застроено жилыми домами. Но потихоньку за счет использования коммерческих помещений, там жизнь все-таки наладилась. Так же, как налаживается жизнь, потихоньку и не так быстро, как хотелось бы в жилом комплексе Раев в Шалаше. Время нашей передачи неумолимо приближается к финалу. Но, тем не менее, не хочется этим заканчивать. Но давайте обязательно поговорим об этом, потому что это очень важно. Это чистота наших улиц, дворов и так далее, раздельный сбор мусора. Когда эта система, на ваш взгляд, заработает эффективно, даст результат, и мы сможем все-таки ощутить реальные плоды в этой системе? Ну, когда-нибудь она обязательно заработает и в нашей стране. Но пока у нас есть, на мой взгляд, более важные вопросы с мусором. Это вообще проблема мусора, проблема вывоза мусора. И утилизация, и вывоза транспортировки. Потому что мы говорили в самом начале передачи как раз о том, что многие жители за свой мусор вообще не платят. И за них платят жители многоквартирных, многоэтажек. То есть для начала, я считаю, необходимо хотя бы эту проблему решить. А можно сделать параллельно? Но это можно и параллельно. Параллельно, конечно. И уже многие, вот как раз говоря об активистах, многие активисты и в Сестрорецке, и в Зеленогорске проводят акции по раздельному сбору мусора. Я знаю, что у нас на привокзальной площади. У инфопавильона проводятся по выходным иногда такие акции. И люди, очень многие, которые озабочены как раз экологической ответственностью, они свой мусор привозят и раздельно его утилизируют. Утилизируют, да. Ну а что же искать? Тут какие-то решения, когда в советское время, например, было все очень просто. Скажем, стеклотара принималась в определенных пунктах, и люди получали какие-то... Ну и картонные, макулатура тоже, да, конечно. Все это было уже. Экономические стимулы надо ввести, и все будет работать раздельно и эффективно. Все с удовольствием будут носить мусор. Самое главное, чтобы вот этот вот разделенный мусор, он не отвозился на единую свалку. На единую в результате, да. Не разделялся. Для этого все-таки сначала необходимо построить теплоприятие, конечно. Иначе это будет сизифа в труд. Ну что ж, давайте мы обратимся к результатам нашего опроса. Я бы хотел, чтобы вы их прокомментировали. Вот какие цифры мы получили. Значит, на что следует обратить внимание муниципалам. Благоустройство внутри дворовых территорий 27%. Ремонт и текущее содержание дорог 42%. Цветочное оформление 7 оборудований детских игровых площадок 15%, и другое 8. Что вы можете сказать по поводу этих цифр? То есть большинство за то, чтобы основной, ну, важный акцент делался на ремонте дорог. Вот с вашими ощущениями это совпадает? Насколько вот картина эта объективна, на ваш взгляд? Ну, я думаю, она объективна. Потому что ежегодно мы ремонтируем, собственно, и внутридворовые проезды, и домовые территории, и дороги в наших поселках, дороги местного значения. Ну, в этом году ремонтируем одно, в следующем году уже появляются ямы на других местах. Поэтому это такой вечный процесс. Тут, скорее всего, нужно говорить о том, о чем мы говорили, о качестве работы, о повышении их, чтобы отремонтировали и на 10 лет и забыли. К сожалению, сейчас так не всегда получается. Но благодарю всех, кто принял участие в этом опросе. И обязательно эти данные на ближайшем заседании муниципального совета доведу до сведения всех депутатов. А я вот обращаю внимание и вашей телезрителе о том, что цветочное оформление 7% всего беспокоит. Говорят о том, что город зеленый. Зеленый. Зелени достаточно. В курортном районе. Если мы поедем на Невский летельный проспект, мы сразу понимаем, почувствуем разницу. Мы живем все-таки в курортном городе. В курортном городе. И результаты конкурса зрительских вопросов. Три победителя у нас сегодня. Кто, на ваш взгляд, получает ваши подарки? На мой взгляд, это Маргарита, которая задала вопрос. Да, да, да. Много вопросов. Про Петра и про Авинариуса. И с вас мечта, кстати, на будущее. Она здесь забросила вопрос в следующую нашу встречу о вашей мечте. Вы не ответили на него? Ну, надеюсь, через год все-таки мечта осуществится. Осуществится. И мы узнаем, что это была за мечта. Александр. Озеро Разлив. О чистоте озера. Это важный вопрос о чистоте озера. И третье? И третье, наверное, все-таки это Марина по уборке территории. Потому что мусорная проблема. Она муниципалов касается тоже очень сильно. И с этой проблемой мы всегда сталкиваемся. И дай бог, чтобы с ней поменьше сталкивались жители. Но исправно платили за вывоз своего мусора. Ну что ж, поздравляю победителей. Маргарита, Александр и Марина становятся победителями конкурса и получают призы с символикой курортного района. А я благодарю нашего гостя за визит в нашу студию. За, как всегда, интересный, содержательный рассказ. Желаю успехов в вашей многотрудной и очень нужной, полезной работе. Поздравляю вас с приближающимся Новым годом. Другой возможности у нас в эфире сделать это не будет. И вашим коллегам пожелать тоже приятных новогодних деньков. И благодарю наших телезрителей, особенно тех, кто задал свои вопросы. Всего вам доброго. И увидимся ровно через неделю. Редактор субтитров А.Семкин